Али, приветствую тебя. Поздравляю с победой. Принципиальный бой закрыт? Спасибо большое. Да, конечно, закрыт. Я после боя на эмоциях пару жизней показал, но это я показал своим болельщикам, которые приехали. Многие писали мне, что он много болтает, надо его наказать по-братски. Ради нас, ради республики Делай. Вот так, короче. Я, ну, никакого претензий нету. Я же сказал там в интервью. Это спортивный интерес. Он тоже тренируется, пашет, вес гоняет, как я. Я тоже очень учился. Я последний день ночи вообще не спал, до утра гонял. Поэтому я своих соперников, как раньше сказал, я всех уважаю, потому что они трудятся, они работают каждый день, утром, вечером. Это тоже работа. Вот поэтому, ну, все говорят ему, брат, вот ты поругал меня. Зачем ты так показал? Я не ему показал, я показал своим болельщикам. Это дело закрыто, все, короче. Али, были немного невзрачные выступления от тебя, были какие-то горки, да? Тут и здорово выступал, тут где-то не очень выступал. В этом поединке, честно говоря, удивил. Был тот самый Али Багов, к которому болельщики привыкли. Агрессивный, настроенный. Что-то поменял с подготовки? Если честно, вот перед выходом брат сказал, по-братски, как ты делаешь вниз, не ложись и там не работай, вставай, если тебя поверят. Я ему сказал, ты просто не волнуйся. Я набрал, говорю, я не устаю в боях, я 5-6-7 раундов могу работать. И мне лучше для меня, если 5 раундов будет, для меня это сейчас лучше, потому что я 5-6 раундов утром, вечером делаю. На 90-х работал, работал, еще работаю, еще буду усерднее работать, поэтому, ну, мне не страшно 5-6 раундов. Я ему сказал, если я вниз пойду, не волнуйся, вот бой, посмотри теперь в раунд. Он разговаривает со мной, короче, я вставай, я ему показал, ты не спеши, я работаю медленно, все четко будет. Я думаю, я, как я это сказал, это все получилось. Я знал, что Артем устает. Вот я с Артемом работал, я сказал в интервью, ну, Артем хорош в борьбе, но он устает. Мы поработали, но он сказал, я 30 процентов работал, вот так, вот так. Ну, я, что я мог сделать, я сделал, я не уставал. Я с каждым раундом хотел, короче, набрать, ну, доминировать. И у меня это получилось, но спорт есть спорт. Желаю Артем дальше победы. Я его уважаю, но это просто, ну, недоразумение было, закончено эту тему. Али, первый раунд уступил, да, но с середины, наверное, второго раунда начал переламывать ход поединка, и было заметно как раз таки то, о чем ты говоришь. Ты не устаешь, Артем начал заметно проседать функционально. Ты почувствовал это и знал уже, что вот по истечению третьего раунда, что ты вот-вот закончишь досрочно. Я, если честно, я ожидал это, потому что я знал, о чем устаёт. Я и ему говорил. В Таиланде, когда мы работали, когда мы боролись, я пару болевых сделал ему. И он сразу постучал, я ему сказал, эй, Артемьян, ты так не пройдёшь. Не, я буду работать усердно, я буду готовиться, вот так. Он сказал, ну, давай, брат. Я его поддержал. Потом он домой поехал. Вот так сказал, поэтому недоразумения были. И вот так я тоже интервью давал. А так, я до этого с Артемом велел. Ну, сейчас, я думаю, закончена эта тема. Я знал, что он устаёт. Когда второй раунд или третий раунд, не помню даже. Когда локтём был, я думал, этот рефери остановит, потому что Артем кричал. Ну, бой посмотрите. Там было распятие, по-моему, или около распятия. Я пару локтём ударов сделал. Он три-четыре раза кричал. Я думал, он остановит, он не остановил. Потом продолжил. И всё раунд, и вот так остановились. А, скажи, вопрос лучшего борца в лёгкой весовой категории закрытый. Это Али Багов. Это я сказал в интервью, тоже сказал. И сейчас я тоже скажу. Ну, многие хорошие ребята есть в Семиске. Али Багов, если честно. Вот, например, этот. Даур Шеха. Не, не Даур Шехаев. Даур Шехаев разнообразный. Даур Шехаев и стойки работает, и в парте работает. А вот в борьбе, я думаю, ну, Раисов нормально работает. Именно в борьбе. Ну, посмотрите, он хорошо. Ну, в стойке тоже он хороший, но в борьбе он лучше, я думаю. Ну, именно в борьбе. Не по гребшингу, а в борьбе именно. Вопрос с Артёмом закрыт. Сейчас ты взглянул в глаза своему следующему оппоненту, Хендерсону Батиста. Кстати, обратил внимание, насколько он окреп. Ну, если честно, он не гонял, он после боя набрал. Так, и я, я тоже много гоняю. Я не думаю, он больше меня весит, потому что я 94, где-то вот так вес у меня, когда не гоняю по этому. Ну, он сейчас не гонял, он всё кушает. Я гонял, короче, поднял вес. Сейчас у меня 84, 80, где-то вот так. Я взвесился утром, 84, 800 был. А так, ну, нормально себя чувствую в этом весе. Я не помню, когда я с ним дрался, 3 года или 4 года назад, или 5 года даже. Ну, давно я с ним дрался, как раз в Москве здесь. Да, но трёхраундовый бой. Я не мог его задушить. Он крепкий, он выносливый и стойкий, и в парт ребён. Но я думаю, он подожжет хороший бой. В этот раз финишируешь Батисту? В этот раз, ну, смотря, это уже в процесс боя. А так, если получится, конечно, сделаем. Али, я тебя поздравляю, вы показали классный мой. Спасибо большое. Али, сразу после боя, о чём общались? Ну, я ему сказал, никакого, короче, неуважения нету. Я тебя уважаю. Я пару жестов сказал, ну, показал. Ну, это я не из-за тебя, я показал. Я своим болельщикам. Они просили меня по-братски. Он много разговаривал, много болтал. Давай, по-братски, закончи это дело. Это срочно, если у тебя получится. И я вот так, короче, показал, никакого выгодущика. Неуважения нет. Ты на треугольник пытался выйти по ходу боя, а чувствовал, что близок приём? Если честно, Артём, ну, туловище у него большой, поэтому не получилось. Он, наверное, проб взять, но хотел взять, но не получилось. Потом на Кимуру хотел пойти. Ричард Кимура внизу. Это тоже прошёл, он и не получилось. А так, если получилось бы, я бы сделал. Ты тяжёлый был, Артём, ну, в плане физически, но в борьбе, то есть, первым раундом, когда у кого-то, когда у кого-то? Если честно, не физически, не такой. Ну, физически тоже силен, но особо такого нету. Я брату сказал, ты не волнуйся, я в партии внизу, в стойке. Я везде могу работать, так что ты просто не волнуйся, ты просто смотри, наблюдай и всё. И вот так, как я сказал, получилось, нормально. Али, а вот, да, сказали уже, что Артём устал в этом бою, а вот ты, по-моему, в третьем раунде смотрел на время, вот, да, поднимал голову несколько раз. Это как раз ты ждал окончания раунда из-за усталости или ты, типа, успеешь или не успеешь провести приём? Если честно, я на время не смотрел, я смотрел, я время, мои секунданты говорили, я смотрел на себя, ну, в какой я форме, а там, как ногу убираю, вот так, ну, на себя смотрел, а так, по времени это не проблема вообще. Всем, всем, всем! В Новый год Винлайн раздаёт плюшки всем! Заходи на Винлайн и узнай, какой подарок выпадет тебе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова